После семи лет простоя в Приоралии реанимируют завод по переработке корня солодки. Амбициозный проект стоимостью около двух миллиардов тенге, когда-то торжественно запускали по программе индустриально-инновационного развития. С его закрытием без работы остались около ста специалистов. Сейчас учредители намерены восстановить производство. Тему продолжит моя коллега Райхан Тажибаева. Автоматизированные линии, дорогостоящие оборудование. И все это под толстым слоем пыли. Помпезно запущенный в 2013 году завод по производству экстрата из корня солодки долгое время был просто мертвым объектом. Тогда проект был рентабельным. Одна тонна продукции, экспортированной в Китай, оценивалась в 30 тысяч долларов США. Из-за обвала цен на мировом рынке его стоимость упала до 5 тысяч долларов. Сегодня спрос на солодку растет. Цена поднялась до 20 тысяч долларов. Корень солодки обладает целебными свойствами. Получаемый из него экстрат, основа многих фитопрепаратов для лечения ВИЧ-инфекций, онкозаболеваний, болезней глаз и кожи. Учредители намерены реанимировать уникальный завод. Работы уже начались. Наши китайские инвесторы и технологи из-за пандемии не могут приехать в Казахстан. Ожидаем их в ближайшее время. Планируем запустить завод уже к зиме. Начаты работы по газификации данного объекта. На эти цели учредители завода выделили 16 миллионов 400 тысяч тенге. Запустить производство планируется к концу текущего года. Сырья в регионе достаточно. Кроме того, ведутся переговоры по их закупу с предприятиями из соседних областей – Туркестанской и Актюбинской. Еще несколько десятилетий назад солодка в Казахстане занимала около 50 тысяч гектаров. Ежегодный урожай составлял почти 100 тысяч тонн. В начале 90-х годов этот объем сократился на 30%. Сейчас же, говорят специалисты, запасы целебного корня определить очень сложно, так как под контролем у них только территории Государственного лесного фонда. Райхан Тажбаева, Канат Инсибаев, Айтмухамед Байдулдаев, Казлардинская область, Хабар, 24.